В связи с тем, что началась большая мобилизация, это еще когда, друзья, у нас с вами с началом СВО началась мобилизация, и в это самое время молодежь вся ломанулась во все щели, куда только можно. Знаете, когда входишь на кухню, а у тебя там большое количество тараканов, включаешь тумблер, включаешь этот выключатель, включатель, и тараканы все в рассыпную по щелям. Также примерно российская молодежь вся ринулась по щелям, вся убежала в разные совершенно стороны, и этими сторонами были как глубинка для некоторых, что тоже довольно хорошее, надо сказать, было решение на первое время. Только на первое. Так и наши страны, бывшие сестры Советского Союза, это Армения, Грузия, Казахстан, многие бежали туда. Кто-то бежал в прибалтийские страны, но у кого там есть возможность поселиться и жить, конечно, друзья, это очень хороший вариант остаться в прибалтийской стране. Все-таки это Европа. Но так как все-таки российские люди себя не всегда хорошо ведут, и украинцы тут же, с которыми они ссорятся на улицах, то прибалтийские страны начали выгонять россиян. Нет, конечно, друзья, здесь еще и политика, все действует, вместе действует все однозначно. Но я хочу вам сказать сегодня о другом, что некоторые бежали в Казахстан. Казахстан, Грузия, Армения будут выдавать тех беглецов, которые туда сбежали. Пока еще вам там комфортно, парни. Но настанет скоро время, когда вам будет дискомфортно в этих... И вы там также будете, в этих республиках, куда вы сбежали, будете прятаться по щелям. Все еще пока нормально. Вы еще живы. И вы радуетесь, что удалось спастись. Мой прогноз. Не спасетесь, многие. Не спасетесь. Вас выдворят назад в СССР. То есть в Россию. Вас отдадут российским властям. Грузия будет стараться во все лопатки. В Грузии сейчас будет меняться правительство. И правительство будет полностью просоветское. Хотя на сегодняшний день уже сейчас правительство пророссийское. Оно не просто пророссийское, оно будет просоветским. Потому что, в принципе, систему совместного управления всеми этими республиками, ее снова внедряют в жизнь. Пожили отдельно? Хорошо. А теперь попробуйте. А теперь поди-ка попляши. Стрекоза и муравей. Поэтому многим республикам сейчас придется не очень-то сладко. Что касается Казахстана. Большая республика. Она уже под Китаем. И она будет и под Китаем, и сотрудничать будет постоянно с Россией. Российские спецслужбы. Они также на службе находятся у китайцев. Все, что сегодня происходит в России, это все в рамках советского Китая. Коммунистического Китая, который захватывает все больше и больше позиций в России. Я сама не знаю, кто сегодня уже управляет в нашей стране. Никого из чиновников нет. Вообще на местах нет. Кто от их имени выдает приказы, я не могу сказать. На мой взгляд, китайцы. А как на самом деле происходит, не знаю. Китайцы прекрасно говорят по-русски. Прекрасно. Я в Организации Объединенных Наций работала под руководством Ольги Вонга. Она просто чисто говорила по-русски. Как будто бы она родилась в России. Я, конечно, задала ей вопрос. Как так? Она говорит. Ну вот, мои родители работали на БАМе. Они жили в Сибири. То есть, я насколько понимаю, дети родились в Сибири. Там выросли. Потом уехали в Китай. Потом вот они уехали в Соединенные Штаты. Но миграция происходит постоянная по всему миру. И китайцев, и русских, и многих. Я хочу обратить ваше внимание на другую республику. Эти республики, все понятно. О них говорят. Они на слуху. Но есть еще Кыргызстан. Кыргызстан. Здесь тоже не все в порядке. Если вы думаете, что там будет все спокойно, друзья. Ничего спокойного не может быть. Но это такая же Советская Республика. Ее точно так же окучивают российские спецслужбы. Ничего нового. И США в данном случае пока идут только первые колокольчики звенящие. США готовят новые санкции против компаний из Кыргызстана. Которые поставляют товары в Россию из Европы и Азии в обход санкций. Так пишет Washington Post. Два неназванных чиновника из администрации президента Джо Байдена сказали изданию, что решение было принято после нескольких месяцев бесплодных визитов ряда американских и европейских дипломатов в Бишкек. По оценкам американской стороны, в реэкспорт санкционных товаров вовлечены российские спецслужбы. Как пишет издание, что экономические меры могут быть приняты уже на этой неделе. Хотя Кыргызстан – небольшая страна по сравнению с другими, на его примере хорошо видны все без исключения факторы, при помощи которых создается неприемлемо благоприятная среда для обхода санкций. По оценке американской стороны, в реэкспорт санкционных товаров вовлечены российские спецслужбы. Фирмы, получившие товары из Кыргызстана, были поставщиками российской оборонной промышленности. Кыргызское правительство через свое посольство в Вашингтоне в ответ на запрос американской газеты заявило, что власти страны привержены соблюдению международных норм и борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. В посольстве объяснили рост торговли с Москвой улучшением электронных систем для отслеживания движения товаров. 19 мая власти США уже вводили санкции против компании Кыргызстана, зарегистрированной на территории Кыргызстана Троя. И в это время американский Минюст внес кыргызскую компанию наряду с 70 другими фирмами в список юридических лиц, помогающих российскому военному и оборонным секторам. Журналисты сообщали, что Трою занимается, или Троя, Тро.я, или Трою, занимается поставкой электронных компонентов и навигационного оборудования. Ну, само название даже Троя, да, если уж так по-русски говорить, друзья, оно говорит о том, что въезжает конь, радует город, а потом оттуда выходят солдаты и начинают громить весь город. Что будет с Кыргызстаном, если российские спецслужбы захватят, ну, подкупят сначала путем подкупа, путем коррупции чиновников захватят власть над Кыргызстаном? Я не исключаю то из Китая. Китай здесь, он всегда стоит за спиной российских спецслужб и всех, которые находятся внутри сестры-серьги Советского Союза. И это одно другому не противоречит, друзья. И Вашингтон-Пост в ответ утверждает, что посольство Кыргызстана в Вашингтоне признало сообщение о поставках в обход санкций. Однако, депредставительство отметило, что критики не учли реальный экономический контекст взаимоотношений Кыргызстана и России, поскольку обе страны состоят в Евразийском экономическом союзе. В целом Россия является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана. Более миллиона наших граждан работают в этой стране. Это заявление посольства Кыргызстана. А 14 мая министр иностранных дел Кыргызстана Кулубаев в интервью государственному телеканалу «Россия-1» сообщил, что Бишкек продолжит сотрудничество с Москвой, несмотря на угрозы Запада в введении вторичных санкций. Мы стратегические партнеры. У нас нет никаких препятствий для сотрудничества. Ну, говорят наши западные партнеры о возможных санкциях. Но мы же тоже следуем своим правилам. И никаких проблем тут я не вижу. То есть министр, чтобы сделать, он подтвердил, что будут продолжаться совершенно те же самые сотруднические взаимоотношения по оснащению через Кыргызстан оборонных заказов России. То есть оборонные заказы России сегодня торгуют через Кыргызстан. Как вы думаете, что будут делать американцы? Что будут делать страны НАТО? Я думаю, что Кыргызстан не будет той страной, которая будет отделена от России и ее законов. То есть в ближайшем будущем те законы, которые действуют на территории России, они также будут действовать на территории Кыргызстана. А это значит мобилизация. Вуаля, друзья. Все очень просто. Логический ум. И вот вам все предсказания. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Сегодня у нас с вами 19 июля 2023 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...